Всем привет! Добрый вечер! В эфире познавательная, развлекательная, местами остроумная телепрограмма с элементами головоломок. Обожаете их? Терпеть не можете? У вас есть выбор. Подключайтесь к нам или следите за работой гения, в которой шутя разгадают анонсы. А давай так. Первый анонс мой, второй твой, а третий разгадаем вместе. Чья версия будет правильной, тот победил. Ну, можно было и заранее предупредить. Я бы настроилась. Ты что? У нас тут команда экстренного реагирования. На телевидении только так. Поехали! Анонс шифровка Домоседы Подружил два океана Копилка жанров Ну что, друг? Готов показать, на что ты способен? Да? Домоседы. Так. Домосед это тот, кто все время сидит дома и никуда не выходит. Это все? Нет. Я просто рассуждаю. Кто у нас еще сидит дома? Неприлетные птицы или домашние? Да. Домосед это еще и тот, кто просто не может выйти на улицу. Например, крот. Его глаза просто не приспособлены к свету. Так кроты ночью вылезают из норы. Точно. Карантин. Тоже повод посидеть дома? Неприятный. Стол. Кажется, я понял. Это улитки. Они на себе дом носят. Раковину. А вылезти из нее не могут. Улитка с домом – это одно целое. На свете есть много интересных животных и растений. Но есть среди них особенные – домоседы. Встретить их можно только в одной определенной точке земного шара. Чтобы увидеть кенгуру, нам придется лететь в Австралию. А чтобы понюхать минуарцию гельму, добро пожаловать на Урал. Ученые домоседов зовут просто и понятно – эндемики. Обитают и растут эти уникумы на ограниченной территории. Например, на островах, куда попали давным-давно. И большинство из них занесены в Красную книгу. Но как так получилось, что эти животные растения не распространились по всему миру? Все просто. Семена редких растений на континент или остров случайно занесли ветер или птицы. И они тут раз и навсегда укоренились. А озера, которые не имеют выхода к рекам, морям и океанам – это идеальные места для появления водных эндемиков – рыб и беспозвоночных. Животные эндемики когда-то попали на острова из-за природных катаклизмов. Например, затопление территории, где они раньше обитали. Получилась эдакая вынужденная изоляция. Удивительно, но больше всего животных эндемиков имеют австралийскую прописку. Да их там 80%. Самые известные – это кенгуру, коалы, утконосы, вомбаты и некоторые виды змей. Чувствуют они себя там вполне комфортно, поэтому переезжать не собирается. А на Галапагосских островах практически все растения и животные – эндемики. Вот где рай для ученых-ботаников. Изучай – не хочу. Вот, к примеру, голубоногие алуши – неповторимые создания. А на озере Байкал в России 75% всех живых организмов и растений – эндемики. Один из самых примечательных – байкальская нерпа, то есть тюлень. Природный нонсенс. Ведь все знают, что тюлени жили и живут в северных морях. Это их природное место обитания. Есть версия, что нерпа попала в Байкал из Ледовитого океана через Енисей и Ангару. А пока ученые спорят, так это или нет, нерпа живет в свое удовольствие, так сказать, на югах. Бегемот и жираф – это эндемики, ну, конечно, Африки. А еще саванный слон, бородавочник и шимпанзе. Даже если некоторых из них вы видели в зоопарках, они не перестают быть эндемиками. В природе они обитают только на этом, воспетом Чуковском континенте. Ой, забыла сказать, что эндемики бывают еще разного срока давности. Палеоэндемики – это первые животные растения, существующие с древних времен, а значит, сильно отличающиеся от современных. Например, рыба латимерия. Считалось, что она вымерла более 60 миллионов лет назад. Но лет 90 назад ее случайно обнаружили. А вот неоэндемики, соответственно, это растения и животные, которые попали в изоляцию совсем недавно и только начали развиваться по собственному пути. Это как раз про байкальскую нерпу. А напоследок, друзья, обещаю вам, что в скором времени обязательно расскажу вам о самых чудных и забавных эндемиках планеты. Парочку из них я уже заприметила. Мимо. Ну не расстраивайся. Так бывает. Тем более, что слово эндемики мы нечасто слышим. Я его теперь на всю жизнь запомню. Ну вот, видишь, как хорошо. Давай теперь мой нас разгадывать. Давай. Подружил два океана. Да, это какой-то... Тихо. Это путешественник, который побывал на двух океанах. Только какие океаны и кто? Ну ладно, начну с современных. Жак Ив Кустол. Он занимался погружениями под воду и изучал подводный мир. А, еще Виталий Сунтаков. Не слышал. Ну как не слышал? Это же великий русский путешественник. Человек-легенда. Он вышел живым из племени каннибалов и победил голыми руками четырехметровый анаконду. И побывал в 20 странах и 30 экспедициях. И как это я о нем еще не слышал? А вот не знаю. Смотрим сюжет. Нет. По океану плавает еще один человек. Федор Конихов. Он совершил кругосветное путешествие. Это был бы отличный сюжет. Надеюсь, что будет. Начну наш сюжет с задачки на смекалку. Для этого нам понадобится карта и ваше внимание. Итак, у нас есть две точки. Точка А – Атлантический океан. И точка Б – Тихий океан. Вопрос. Как из точки А добраться в точку Б? Время пошло. Какие варианты? Пролететь на самолете? А если не лететь? Все правильно. Обогнуть материк. Но это, к вашему сведению, 22,5 тысячи километров. Это ж сколько времени нужно, сил и топлива. Зачем же мы вас об этом спросили? Чтобы удивить ответом. Есть другой путь, более хитроумный. Присмотритесь-ка повнимательнее. Между двумя океанами есть перешеек. Видите? Если его пересечь, то можно быстро попасть из одного океана в другой. Именно тут, в 20 веке, был прорыт Панамский канал, через который сегодня проходит 14 тысяч судов. Морской путь сократился с 22 до 9,5 тысяч километров. Гениально, правда? Но эта узкая голубая полосочка человечеству удалась очень нелегко. В 16 веке перешеек обнаружил европейский исследователь. В то время этот клочок земли был непроходимым из-за джунглей, топий и болот. Конечно, построить тут канал никому и в голову не пришло бы. Но зато перешеек попал на карту. Испанский король Карлос V тут же загорелся идеей. А соединим-ка океаны водным путем. И быстрее будет, и безопаснее. В то время испанцы на радость пиратам и другим нечистым на руку людям везли в Испанию золото инков по каменистой дороге. Причем сквозь джунгли перешейка. Путь занимал несколько месяцев и был полон опасностей. Но к глубокому огорчению испанцев оказалось, что одной идеи мало. Технологии того времени были не на высоте. Но наука не стоит на месте. И в 19 веке люди снова вспомнили о перешейке. Каких только идей не звучало. Построить подземный тоннель, железную дорогу для кораблей, канал со 120 шлюзами. Возможность рытья канала подтвердил и немецкий географ барон фон Гумбольд, совершивший путешествия на перешейке. А французский инженер, автор Суэцкого канала Фердинанд де Лесепс смело предложил свой проект канала без шлюзов. И вот он взялся за дело. Помогал ему автор Эйфелевой башни Гюстав Эйфель. Но, увы, их неудачная попытка вошла в историю как панамская афера. Трудностей оказалось слишком много. Горы, джунгли, болота. Плюс тропические болезни, из-за которых гибли люди. Да и сам проект подкачал. Каналу нужны были шлюзы. А их де Лесепс не предусмотрел. Стройка была продолжена американцами. И за 40 лет, к 1920 году, неимоверными усилиями, огромными финансовыми затратами, ценой десятков тысяч человеческих жизней, Панамский канал наконец-то был построен. Этот шедевр инженерной мысли сегодня один из самых длинных и сложных в исполнении искусственных водных путей в мире. Восьмое чудо света. Чем же он уникален? Сейчас поймете. Между уровнем океана и канала разница в 26 метров. И опускаясь, корабли проходят через три шлюза. Хитроумная система это делает, используя силу тяготения. Но это еще не все. Чтобы избежать смешения морской воды, флоры и фауны двух океанов, канал наполнен пресной водой. Искусственное озеро Гатун служит бассейном, через который сюда попадает дождевая вода и вода из окрестных джунглей. Специальные электровозы с обеих сторон шлюза используются для того, чтобы суда входили в шлюз в правильном положении и не меняли его на протяжении всего пути. Что поражает, стены каждой шлюзовой камеры высотой с шестиэтажный дом. На шлюзы ушло более полутора миллиона кубических метров бетона, которые отливали в стальные конструкции из огромного шеститонного ковша. Что ни говори, о возможности человечества просто поражает воображение. Один-один по прогрешам. Зато третий анонс общий. Давай хоть тут отыграемся. Внимание, копилка жанров. А жанры чего? Есть литературные, роман, эссе, поэма, летописи. И музыкальные, рок, поп, диско, джаз, блюз, кантри. Как ты все это запомнила? Ну, музыку люблю. А ты, видимо, литературу? Угу. Заметно. Только вот беда, жанры есть и в рисовании, и в кино. В танцах. И даже внутри жанров тоже бывают жанры. Кажется, победителей сегодня не будет. Но, может быть, зрители угадают? Это что, уникальная запись Мэрлин Монро? Нет. Это Алена Ярушина. Вокалистка, которая умеет петь все. Девушка обладает невероятными вокальными данными. Ее не страшат произведения величайших оперных исполнителей, рокеров и поп-фолк-музыкантов. А иногда она весьма неплохо справляется с дуэтными композициями. А еще Алена пишет музыку. Певица родилась в городе Челябинск в семье известного музыканта Валерия Ярушина, руководителя суперпопулярного в советское время ансамбля «Ариэль». Детство прошло на сцене. Алена выступала сольно и в хоре, помогала на концертах отцу, пела в составе вокального квартета «Дольче». В 18 лет переехала в Москву, и юная артистка поступила на вокальное отделение Московского педагогического института. В 2004 году состоялся первый сольный концерт в рамках международного фестиваля «Битлз» в Ливерпуле. С тех пор Алена с группой «Back from the USSR», в репертуаре которой немало песен битлов, ежегодно посещает фестиваль. А с группой «Plum Boom Dreams» смелая девушка даже исполняет репертуары группы «Let's Zeppelin». В 2008 году канадский певец Хал Брюс предложил певице спеть в его шоу перед 25 тысячами зрителей, а после выступления на рок-фестивале в Кентукки Алена продолжила свою карьеру за рубежом. Сегодня девушка исполняет каверы, но параллельно трудится над созданием собственного альбома. Думаю, вскоре мы услышим нечто потрясающее. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сегодняшнем поединке ведущих победила ты. Ну, победа была бы полнее, если бы я назвала имя. Не дотянула. Совсем чуть-чуть. Но это простительно тому, кто знает много чего другого. Спасибо. С вами была знаток путешественников Ира. И фанат литературы Артем. Смотрите нас почаще. В эфире и на ютубе. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова